Сегодняшнее видео выходит при поддержке 30 августа, пожалуй, одного из самых неоправданно неприятных дней в году, ведь даже если тебе уже кучу лет как не надо 1 сентября на линейку, то оно все равно омрачено сознанием, что ну вот, еще одно лето я профукал. И причем самое забавное, что лето действительно могло быть очень круто, но знаете, просто по привычке. И для того, чтобы это больше не происходило и очистить доброе имя последнего дня лета, я записываю вам это видео и предлагаю несколько нехитрых способов, как разнообразить и сделать насыщеннее свою жизнь этим летом. А пока всем привет, меня зовут Катя и вы смотрите блог Мир Трудкрафт. Поставьте намерения. Конечно, очень прикольно в начале лета поставить цели, достигнуть их и гости не стать другим человеком, но давайте будем честны, хоть кому-нибудь это удавалось, я вас умоляю. Лето и создано для того, чтобы отдыхать, кайфовать и получать удовольствие от жизни, поэтому, конечно, можно запланировать пару проектов, но лишь пару. И если вы к ним даже не притронетесь, то и фиг с ними. Лучше поставьте несколько намерений. Чаще бывать в новых местах, больше читать, получше узнать себя. Я так в начале года, например, не стала писать огромный список целей на год, а поставила всего три намерения, и знаете что? Мало того, что они реально осуществляются, так я еще и лучше, счастливее и спокойнее себя с ними ощущаю. Поэтому отстаньте от себя хотя бы на три месяца. Будьте в движении. И да, этот пункт, конечно, подразумевает спорт и занятие другими видами активного отдыха, но, боже упаси, вам предлагать каждый день начинать с полумарафона. Вполне достаточно будет делать зарядку и пешие прогулки, особенно на природе. И я вам не буду задвигать про здоровый дух, здоровом теле, это на ваше усмотрение. Просто если с утра вы немного подвигаетесь, и на протяжении дня у вас не будет ощущения атрофированности мышц, то вам будет гораздо легче лишний раз согласиться на прогулку, и не просто полежать на траве, а покататься на самокатах, поиграть в бомбинтон, помочь маме с уборкой или поехать на дачу, как это еще раз с ней не пересраться. Да и у вас у самих будет больше желания не сидеть на месте. А это лучшее начало для любой интересной истории. Делайте новое. Каждый раз, анализируя свои счастливые воспоминания, я ищу нечто общее между событиями. И чаще всего связующим звеном является именно новизна. И мало того, что в старости ваши нервные связи скажут вам спасибо, так еще и это может существенно скрасить вашу жизнь. Новый опыт делает жизнь насыщеннее, а повседневность интереснее. Новые заведения, улицы, города, хобби, люди, и даже если это окажется не твоим, то это все равно будет новая интересная история и ключик к познанию себя. Есть еще такое хорошее выражение, что для того, чтобы прийти к новым результатам, надо делать новые действия. Ну, как-то так, я точно не помню. Так что вдруг ты таким образом найдешь дело всей своей жизни или даже любовь. Да и мы никогда не знаем, в какой момент жизни нам пригодится та или иная информация, поэтому есть смысл потреблять много нового и разного. Запоминайте жизнь. Но больше всего, больше всего, я ненавижу этот момент, когда ты сделал реально много, но это все куда-то улетучивается из головы, как будто бы ничего и не было. И чтобы такой самообман не допускать, я, конечно же, вам предлагаю активно фиксировать все события, мысли и идеи. И, казалось бы, вроде как видео вообще не про это, но такие практики помогают не только запомнить все, но и обратить внимание на то, что вообще происходит в вашей жизни и что давно пора менять, а лето как раз самое подходящее для этого время. При регулярном ведении личного дневника, благодаря фрирайтингу, рождаются новые мысли и находятся ответы на вопросы. При зарисовании событий в визуальном дневнике ты больше обращаешь внимание на приятные мелочи и стремишься ими наполнить свою жизнь для того, чтобы тебе вообще было что рисовать. А еще можно просто кратко описывать свои дни, для того, чтобы не забывать хронологию жизни, или выписывать все хорошие мысли и идеи для того, чтобы потом перечитывать и восхищаться собственными интеллектуальными способностями. Если хорошо, то везде будет хорошо, а если плохо, то плохо будет даже в самом прекрасном месте на земле и рядом с любимым человеком. О как! Кажется, это не моя мысль была. И знаете, что критически важно в этом деле, чтобы не забросить свои записи? Верно! Правильный блокнот с твердой эстетичной обложкой, листиками в точку плотности 100 грамм на квадратный миллиметр, удобной резинкой и хрустом при первом открывании, чтобы у вас был дополнительный стимул ввести свои записи, ведь это еще одна возможность открыть этот прекрасный блокнот. И все это удовольствие с огромным выбором обложек на любой вкус вы найдете у бренда .book на Wildberries по ссылке под этим видео. Себе же я выбрала блокнот Mysticam с черно-матовой обложкой и золотым тиснением. Вы же можете себе выбрать что-нибудь поярче и понежнее, а также попытать свою удачу в розыгрыше этих трех красавчиков с такими волшебными единорогами, с городом будущего, который также светится в темноте, или же розовый мрамор для тех, кто любит формат чуть-чуть побольше. Все, что вам надо сделать, это проживать на территории России, Беларуси или Казахстана, подписаться, поставить лайк под этим видео и в комментариях написать какой-нибудь один свой самый главный план на это лето. А поговаривать, что если написать, то он обязательно исполнится. И в конце дописать хочу.book с единорогами, с городом или розовым. А если хотите любой из трех, то надо оставить три комментария, и тогда ваш шанс на выигрыш увеличивается. А победителя случайным образом выберу 18 июня, за день до моего дня рождения, в своем телеграм-канале. Ссылка на него будет также в описании к этому видео. Ну и конечно здесь сделаю запись, напишу победителям в комментариях, поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропускать обновления канала. А мы продолжаем. Долой банальность. Еще одним неплохим вариантом, как классно провести свободное время, это креативный подход в любой занятости. Это качественно повлияет как на ваше творчество, так и на жизнь в целом. Например, упражняемся в леттеринге не в скетчбуке, а мелом на асфальте. Берем экскурсию не по музеям Питера, а по крышам и парадным. Хотя, наверное, это тоже уже довольно банально. А в день рождения подруги, которая не любит свои дни рождения, устраиваем ей Новый год? В мае, июнь, почему бы и нет? А чем чаще вы будете напрягать свои мозги в попытках выдумать что-нибудь небанальное, тем быстрее у вас закрепится эта привычка, и тем легче в дальнейшем вам будет выдавать нестандартные креативные решения в любой области. И из этого же разряда окунайтесь в детство. Плюс ко всему я бы рекомендовала не пренебрегать детскими развлечениями, кататься на роликах, устроить другу на день рождения, квест по всему городу, строить шалаши из одеяла подушек и еще кучу всяких идей вы найдете в тех самых списках 100 вещей, которые обязательно надо сделать этим летом. Ну а потому что, если я не ошибаюсь, крайне сложно найти 10-летнюю девочку с депрессией. А это значит, что они гораздо больше нашего знают о счастье. Или мало знают о печали. Об этом стоит подумать. Ну или можете продолжать делать всякие взрослые дела. Ну да, обсуждать болячки, платить за коммуналку. Практическое творчество. И, кстати, это моя личная рекомендация по поводу созидания почаще заниматься теми видами творчества, после которых у вас остается какое-то вещественное доказательство, что вы вообще этим занимались. Ну там, например, рисунок или видео. Например, вы можете снимать по секунде в день и в конце лета смонтировать целый ролик или даже начать снимать влоги. Например, для вдохновения я вам рекомендую посмотреть мой последний влог с маевки. Я считаю, что это мой лучший влог и офигенная память. Или же почаще скетчить события жизни и наплести венчики всем своим друзьям. Ну и, естественно, лучше всего будет начать вести визуальный дневник. Вы что думали, я делаю пару слов о нем и все? Нет. Благодаря нему вы точно ощутите ход времени, ярче проживете это лето, а также потянете свой скилл рисования. И здесь у меня небольшое объявление. Для начала подробнее о пользе визуального дневника и как его вести, если вы не умеете рисовать или вам нечего рисовать, вы найдете в бесплатной знакомительной части мастер-класса. Ссылка будет под этим видео. И там же вы найдете ссылку на покупку полного мастер-класса, поведение визуального дневника, что можно будет сделать, опять-таки, до моего дня рождения. С 19 июня я снимаю с продаж мастер-класс. И, кстати, если что, это текстовый файл на 92 страницы. И для того, чтобы оценить, как он написан, также перед покупкой сначала можете обратиться к ознакомительной части. И вместо него я буду работать над новым образовательным проектом по визуальному дневнику. Но когда он выйдет, сколько он будет стоить? Сами понимаете. Поэтому поторопитесь начать запоминать свою жизнь и проживать лучшее лето уже сейчас вместе с визуальным дневником. Выходите из комнаты. И следующим пунктом будет как можно чаще исследовать этот мир своими ногами. И поймите меня правильно, мне тоже безумно нравится моя комната, даже больше, чем люди. Но в ней крайне мала вероятность произойти чему-то неожиданному и спонтанному. И по моему опыту именно такие события являются наиболее интересными. А когда вы сегодня решаете почитать в парке, поработать в кофейне, пообщаться с подругой на прогулке, а не по телефону, то ваши шансы найти приключения на пятую точку в разы увеличиваются. Берите с собой друзей. И, конечно, любое приключение становится в разы веселее, когда с вами есть товарищ. Ведь когда под угрозой не только твоя пятая точка, становится как-то спокойнее. Друг может заметить то, что вашему взору не дано, предложить какую-нибудь новую авантюру, а параллельно поделиться интересным опытом, который вам лучше не повторять. Короче, одни плюсы. И я здесь говорю не только про близких друзей, но и про старых знакомых, бывших одногруппников, родителей, чуваков из Тиндера. Только здесь будьте внимательны. Когда соглашаетесь на встречу, ставьте себе целью классно провести время и пообщаться с новым человеком, а не найти свою любовь. Потому что, знаете, здесь так все с этим сложно, что лучше заранее не очаровываться идеей, чтобы не разочаровываться. И желательно договариваться гулять в довольно людных местах. Короче, люди в любом случае скрашивают ваш досуг, но есть одно но. Учитесь быть одни. Общение, совместный досуг, это, конечно, все очень прикольно, но люди это довольно нестабильный и ненадежный ресурс. Поэтому иногда стоит полагаться только на себя, как минимум для того, чтобы вам не было скучно одному дома, и как максимум, чтобы вы могли и сами путешествовать, и ни на кого не обижаться за то, что вас опять кинули. Пару лет назад я захотела пойти на концерт группы свидания, и из-за того, что никто из моих друзей их тогда не слушал, я решила пойти одна, и перед началом, когда ты стоишь в толпе людей, которые общаются с друзьями, целуются с парнями, действительно, это же концерт свидания, что еще там поделать? Ты стоишь и дико нервничаешь, но после того, как все началось, я поняла, как я рада, что я не упустила эту возможность из-за предрассудков и страхов. И знаете, после этого у меня как будто началась новая жизнь, более свободная и счастливая, в которой не надо ждать, когда у всех совпадут рабочие графики, ты лучше узнаешь себя, потому что на прогулках слушаешь свои мысли и желания, а не чужие истории, и значительно прорабатываешь свой страх чужого мнения, ведь оказывается, все не смотрят на тебя и не осуждают за то, что ты гуляешь одна. У меня даже как-то бабушка спросила, а где такие кофе, в которых можно ходить одной? Действительно. И теперь для меня абсолютно нормально одной пойти рисовать в кофейне, бегать по району, отвести себя на свидание с самой собой и даже на недельку пойти в поход с незнакомой компанией. И вот стоит ли уточнять, насколько качественно это изменило и насытило мою жизнь? И то же самое может произойти и с вами. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. А если не хотите тусоваться в одиночку, то хотя бы не перекладывайте на других ответственность за свое счастье. Хватит ждать, когда волшебник из голубого вертолета покажет вам кино. Во-первых, ничего он вам не должен. Это надо понимать и обижаться здесь бесполезно. А во-вторых, вы же сами знаете, где крутят эти киношки. И плюс ко всему, вы можете даже сами выбирать. Посмотреть дома пиратку с ведром мороженого, устроить с друзьями марафон просмотра сумеречной саги или же наконец-то сходить в новый летний кинотеатр с младшей сестрой. Не надо ждать, когда у вас появится компания активных, веселых друзей и чудесный партнер, который будет вас развлекать. Это же даже звучит ужасно. Станьте сами тем самым крутым другом, который подбивает всех на авантюры, поднимает интересные темы, зовет на свидание и выдумывает приключения. И вы удивитесь, как люди к вам начнут тянуться и тоже звать вас в ответ. Но едва ли вам это уже будет важно, ведь вы и сами уже отлично справляетесь с организацией собственного досуга. Боритесь с синдромом отложенной жизни. Делайте укладку и надевайте то самое платье не только в свой день рождения, но и на самый обычный пикник. Не берегите все свои творческие материалы до тех времен, когда вы научитесь рисовать. Спойлер! Не научитесь, если будете так делать. А также не экономьте идеи. Так, значит, этот челлендж я сделаю, когда у меня появится подружка покреативнее. В влоге я начну снимать, когда у меня камера будет получше. Этот фильм я посмотрю со своим парнем, когда, если он появится, и начну наслаждаться жизнью, когда мне исполнится 18 лет. К сожалению, это так не работает, а про классную жизнь только после 18 лет вообще был самый большой самообман в моей жизни. Действуйте сейчас, потому что, если что, вы всегда это сможете повторить, купить и придумать еще кучу новых крутых идей, а у этих может и срок годности или актуальность кончится. Исполняйте мечты. И из разряда этого же синдрома не откладывайте исполнение своих мечт. С большими и серьезными, конечно, сложновато и часто дороговато, поэтому я говорю о самых крохотных мечтулечках. И у меня для этих целей есть специальный блокнот, в котором я записываю абсолютно все, что когда-либо хочу сделать в этой жизни. И там записано от родить дочь и выйти замуж до окунуться лицом в торт и купить пивный костюм. То есть я сюда записываю всякие приятные мелочи и время от времени для поддержания боевого духа выполняю пункты из этого списка. И вы тоже можете завести такие блокноты и, например, по воскресеньям собираться с друзьями и выполнять задания из своих списков. И с последнего, что я сделала, это сходила на стендап, устроили тусовку в стиле Гарри Поттера и заплела себе D-дреды. И причем я это откладывала целых 3 года. И в итоге решила это сделать именно сейчас, в, казалось бы, самое неподходящее время для того, чтобы за 8 тысяч заплести себе волосики, которые сниму через месяц. И знаете что? Я ни разу об этом не пожалела. Это был офигенный опыт. Поэтому я и вам рекомендую не откладывать исполнение своих мечт. Потому что это освободит вам место в вашей голове под новые идеи и офигенно скрасит ваше лето. Живите качественно. И еще один пункт, который лично мне помогает кайфовать от жизни. Если все делать на отвале, то вы, конечно, не перетрудитесь, но и сложно будет реально рассчитывать на получение хорошего результата. А если в каждом деле стараться и выкладываться по полной, то в будущем вы обязательно получите от этого дивиденда. Качественно выполняйте свою работу. Не отвлекайтесь на телефон, когда разговариваете с друзьями. И решив отдохнуть, отдыхайте, а не переживайте о дедлайнах. Посвящайте всего себя тому делу, которое выбрали. Я так иногда после недели упорной работы с таким кайфом лежу, читаю, убираюсь без спешки. И просто чувствую себя самой счастливой тогда, когда другие люди бы назвали это просто скукой. Так что иногда для того, чтобы научиться отдыхать, надо научиться работать. Это, кстати, скорее всего, что-то из разряда восстановления колеса жизненного баланса. Нельзя допускать, чтобы какая-то сфера у вас сильно провисала по сравнению с остальными. Но если у вас все примерно на уровне троечки из десяти, то это тоже повод задуматься и поработать над этим. Будьте благодарны. Ух, вы бы знали, как я после трех часов съемки благодарна бабушке за борщ. А это то, без чего все вышеперечисленное, скорее всего, не будет нести никакого смысла. Я вас не призываю вести дневник благодарности, я тоже его не веду. И если вам не нравится заезженное слово «благодарить», то замените его на слово «ценить». Просто попробуйте каждый раз, когда с вами происходит что-то хорошее, не просто это проживать, а хоть на долю секунду останавливаться и радоваться, что это вообще есть в вашей жизни. А если что-то плохое, то спасибо, что так они в тысячу раз хуже. И наверняка этот опыт в будущем сыграет вам добрую службу. И со временем вы начнете замечать, что вообще-то вы настоящий счастливчик. Чем больше мы ценим, тем счастливее себя ощущаем и по итогу осознаннее проживаем жизнь. И даже если этих счастливых моментов будет не так уж много, то в любом случае радость от того, что это вообще было в вашей жизни, будет перекрывать тоску от недель сидения дома. Но давайте здесь поясним, что совершенно нормально грустить и проживать негативный опыт так, как вы умеете. Быть счастливым 24 на 7 это утопия и психически нездорово, поэтому, конечно, прекрасно делать упор на хорошем, но и игнорировать негатив тоже нельзя. И, наконец, живите не только летом, а сейчас. Но знаете, самый крутой эффект будет тогда, когда вы перестанете так сильно ждать лета и, наконец, поймете, что можно классно проводить время и жить в любое время года. И когда лето кончится, и когда на улице минус 30, и даже когда на носу сессия, а у курсача готово лишь содержание. Поймите, что вы никуда не опаздывайте, а время идет, а не утекает. И тем более, если вы что-то не успели этим летом, то впереди у вас еще бархатный сезон, еще куча лет впереди, а на побережье так вообще лучше всего вне сезона. Просто не откладывайте на завтра то, от чего можно получить удовольствие сегодня, и старайтесь быть счастливыми не когда-то, а потом, когда настало не светлое будущее, а сейчас. И на этом все. Друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Если вам помогли эти пункты, то, пожалуйста, помогите мне, поставьте лайк под этим видео, а также заглядывайте ко мне на канал, вдруг вы упустили какой-то новый влог или творческий ролик. А также не забывайте участвовать в розыгрыше, оставлять свои комментарии под этим видео. И всем удачи, вдохновения и творите как хотите. Пока-пока!